На работу в отель Вавильберг нас пригласили. Пригласили нас в департамент FNB, непосредственно в ресторан Minerals. Туда нас пригласили на позицию официантов. Оттуда начался, можно сказать, наш карьерный путь в отеле Вавильберг. В отеле объявили конкурс, на котором сказали, ребят, кто хочет поучаствовать, участвуйте. Нужно придумать концепцию для нового проекта. То есть любые желающие могли, от юристов до кондитеров, даже уборщицы могли, все, кто хотели, принимали участие. Кто угодно. И после этого мы предоставили свою концепцию, показали, рассказали. И нас заметил директор отдела маркетинга и продаж и пригласил нас в свой департамент. Поэтому теперь мы с Георгием, менеджером по маркетингу и пиару в отеле Вавильберг. На третьем курсе у нас был такой предмет «Бизнес-планирование». Его преподавала Ольга Прохорова. И именно на этом предмете мы учились, как правильно строить концепцию, с чего начинать, как проводить все анализы, на чем основывается эта база. И на основе опыта, который мы приобрели на данном предмете, мы начали строить свою концепцию, разработали ее полностью с нуля, предоставили инвесторам. Им она очень понравилась. И дальше уже непосредственно происходил конкурс и голосование. А касаемо сложностей, какие у нас возникали во время подготовки, мы обращались как раз за помощью Ольги Прохоровой. Мы показывали ей нашу концепцию и нашу презентацию и просили ее дать нам несколько комментариев на этот адрес. И после чего могли уже выходить смело и презентовывать это все. Большинство предметов помогают в дальнейшем развитии как в работе в отеле, так и в ресторане. Поскольку это наш первый опыт работы в отеле, мы опирались на многие предметы, которые нам ввели, начиная с первого курса и заканчивая третьим. Из таких предметов я могу выделить это бизнес-планирование, безусловно, это предметы по финансам и это маркетинг. Также ресторанное дело. Из-за того, что мы первый раз в отеле, нам еще немножечко сложно вливаться в это, потому что в ресторанной индустрии мы уже давно достаточно. Уже есть какой-то опыт, есть понимание работы с разными шеф-поварами, с разными проектами, разными концепциями. А здесь отель, что-то новое, это очередной вызов для нас. Поэтому мы стараемся развиваться и учитывать все знания, которые мы получаем. и применять их на практике непосредственно. Планы у нас грандиозные. Мы планируем дальше оставаться в индустрии, работать, развивать ее, становиться самим лучше каждый день, применять те знания, которые мы получаем в институте из преподавателей, также от наставников своих, применять их на практике, доказывать людям, что в России можно строить хоспиталити, и мы планируем это делать. Планы большие, амбиций много. Сейчас, пока молодые, надо работать, не жалеть себя, трудиться и уверен, что все получится. Много планов в дальнейшем. Я думаю, вы обязательно о них узнаете или услышите путями массовой информации, ну или мы вам лично скажем об этом. Поэтому мы идем вперед и стараемся. Вот все. Работайте, работайте, еще раз работайте. Обязательно впитывайте то, что вам говорят на парах, слушайте внимательно, это вам очень сильно поможет. И начинайте работать с первокурса, обязательно. Вот у вас есть свободные каникулы, постарайтесь поработать где-нибудь. Пробуйте разные места и старайтесь не останавливаться на достигнутом, а развиваться. Начинать вы будете, естественно, с низших самых позиций, но карьерный рост, он будет по-любому. Главное желание и главное это ваша мотивация. Это неимоверный труд и вам придется очень много работать, но спустя несколько лет, когда вы увидите результат, вы поймете, что не зря вы это все делали. Благодаря Свисаму вы обрастете только новыми знакомствами, потому что Свисам это не просто институт, это одна большая семья.